Якутия войдет в маршрут Восточное кольцо России. В списке туристических пунктов Забайкальский край, Бурятия и Приморье. У проекта большие перспективы. Варианты путешествия предложили также Хабаровский край, Преамурье, Сахалин и Камчатка. Интерес туристов вызывает и якутский тур. Это не только культура, но и уникальные природные места. С одним из них познакомилась Августа Степанова. Царство вечной мерзлоты, огромный ледник в пещерах. Комплекс находится на выезде из Якутска, работает круглогодично. Зимой здесь можно погреться. Сегодня здесь на улице минус 40 градусов, а в пещере минус 10. Не тающий ледник, необычные ледовые скульптуры и множество выставочных залов. Все это привлекает тысячи туристов со всего мира. Огромный наплыв посетителей здесь отмечают летом. Очередь в музей выстраивается с утра. Каждый год обновляется где-то не полностью, но фигуры старые убираются. В пещерном лабиринте две штольни. Протяженность каждой 130 метров. Заблудиться здесь невозможно. Комната рыбака, хозяина природы Баяная, ювелирный зал. В царстве всего 16 комнат. Холодно очень. Оделся как на северный полюс, все равно мерзно. Удивительно, что летом все это сохраняется, не тает даже мифологическая, наверное, часть. Верхний мир, нижний мир. Интересно, такого вот нигде, наверное, больше не увидеть. В отдельном грудь находится экспозиция палеонтологического музея. Здесь и выставлены кости первобытных животных. А в соседней комнате можно организовать шахматный турнир. Тронный зал властелина холода Чесхана. Здесь он ежегодно вручает российскому Деду Морозу символ холода – посох. В центре комнаты стоит трон правителя холода. На полу лежит шкура медведя. В пещере можно покататься с ледяной горки и даже полежать на ледовой кровати Чесхана. Мне очень понравилось. Очень все впечатлило. Очень яркие эмоции я получила. Вот, это все так необычно. В баре можно попробовать национальную якутскую еду – строганину. Это, конечно, впечатляет. Очень так удивительно. Да, и освежает. Сарство вечной мерзлоты – это не только экскурсионные программы. Здесь проходят бракосочетания, свадьбы, священные обряды очищения и благословения. Посетить этнографический музей приглашают и мирнинских туристов. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует... Продолжение следует...